что-то очень много людей здесь вот на этом участке дороги почему они все здесь понятия не имею никогда раньше здесь не было вот такого скопления людей около около гостиницы hotel гостиница кришнам и вот здесь вот что они сидят наверно кормить кто-то будет их ждут все это храм кришна-баларам мандир вот я сейчас иду вдоль него храм закрыт так он и не открылся до сих пор уже пять месяцев такое впечатление что индия закончилась все апокалипсис цветы продают зачем-то храм закрыт цветы продают обычно цветы здесь продают для божеств которые в храме а где же наш хануман вот он здесь был в прошлый раз кришна бродяга мамин симпатяга а я чего-то его нету вот этот красивый отель к которому относится магазин этот до магазин открыт ура магазин открыт я сейчас куплю рис усили нормально может еще чего-нибудь я как в этот магазин захожу так набираю сразу полный рюкзак себе всего вот сейчас у меня снова полный рюкзак еды сейчас приду домой и покажу вам что я купил на 800 рупий интересное дерево смотрите какая шишковатая такая структура у него классно какая-то тряпка привязана к дереву я опять купил этого butter milk много 4 но не так уж и много 4 упаковки это 4 больших кружки таких сравнительно больших по 350 грамм у меня есть кружка такая индийская металлическая нержавеющая с ручкой вот как раз туда входит этот пакет этой сыворотки или как она пахта у него двух видов было со специями и без специй так которая со специями ее быстро разбираются там было три пакетика всего я их забрал и четвертый пакетик без специй просто plain так называемый но мне больше со специями нравится она такая очень вкусная такая кисло-соленая с какими-то специями я даже не знаю не могу понять что там за специи но вкусно вот друзья смотрите это парикмахерская она работает там люди стригутся никаких проблем сейчас парикмахерскими но я не хожу сейчас парикмахерскую купил себе машинку для стрижки ну учитывая тот факт что здесь парикмахерскую сходить недорого 80 рупий то машинка это будет окупаться довольно долго а для россии она бы быстро окупилась потому что у нас в владивостоке постричься так как здесь это наверное рублей 400 не меньше ну и китайцы у нас сейчас там много китайцев было сейчас наверное нету перед тем как я уехал там было много китайцев которые держали маленькие парикмахерские у них было дешевле стричься а эти китайцы прямо во владивостоке на базарах на рынках у них похожие вот на эти индийские маленькие парикмахерские там конечно дешевле но наверное сейчас там уже китайцев нет этих кто из владивостока скажите есть у вас китайцы в владивостоке или все уехали дети эти индийские ходят местные и вот этот режим сидения дома начинаешь спать днем поел смотрела тебя лег поспал посидел за компьютером и потом начинаю плохо спать ночью уже несколько дней вот так ложусь часа в два и не могу уснуть еще два часа лежу ворочаюсь сбоку на бок а сегодня друзья вообще не спал ночью но не смог уснуть вот крутился крутился сбоку на бок и в конце концов наверное в пять утра встал просто и стал заниматься какими-то делами так и не уснул и потом только наверное часов восемь я поспал пару часов до десяти и вот пошел прогуляться я подал на продление визы потому что самолетов нету и неизвестно не знаю продлят мне эту визу или нет но по крайней мере я подал были случаи что вот знакомая девушка из франции даже француженка тоже подала на продление визы ей так и не пришел ответ ну то есть тут бардак у них такой у индийцев чисто такой бюрократический бардак и вот ей вообще не пришла не пришел ответ она подавала в гуджарате там она находится в штат такой есть штат гуджарат на западе индии там на побережье и вот там в этом гуджарате она тоже зависла 5 месяцев там и у нее закончилась виза она подала на продление ей ответ так и не пришел вот за все это время потом она связалась со своим посольством французским но видите французское посольство по крайней мере занимается пытается помогать своим гражданам и даже через посольство тоже не ничего не пришло вообще никакой реакции в гуджарате такое ощущение что там вообще никого нет в офисе в этом который продлениями виз занимается ну вот так было и сейчас она без продления так и так и живет здесь а уехать пока не может никуда ну и не хочет в общем то она уезжать во францию я тоже подал на это продление заполнил форму дома то что отправил фотографию паспорта и сейчас будем смотреть что что мне ответят ну честно говоря я бы куда-нибудь уехал отсюда в непал в горы вот многие люди которые здесь сейчас остались харе кришна наши они хотят куда-нибудь поехать но пока ничего не открыто мир сошел с ума с этой заразой все это уже начинает надоедать кришна и мама ешода это мама кришны вот кришна и корова маленький кришна гопал здесь видимо мусор жгли и испортили картину ну это обычные вот эти песочные как я называю песочные часы кто-то не обладая великим художественным талантом вот так вот как мог разрисовал тут люди людьми которые похожи на песочные часы на самом деле так и есть человек этот песочные часы в котором пересыпается жизнь с одного положения сверху вниз потом переворачиваются часы происходит перевоплощение и снова пересыпается жизнь песочек заканчивается опять переворачиваются песочные часы человеческие перевоплощение происходит и снова песочек сыпется почему говорят ты старый уже стал у тебя песок сыпется из штанов вот наверное поэтому это моя теория, друзья. Это моя теория перевоплощения такая. Которая пришла мне в голову вот прямо сейчас, здесь на поликромной улице. При взгляде вот на эти картины. На этих людей в виде песочных часов. Но талант есть у этого человека. Смотрите. Вот это девушка. И видно, что это девушка. Девушка песочные часы. Это парень песочные часы. Нет, тоже, наверное, девушка. Но вот это девушка. Хотя это он пытался Кришну нарисовать, я думаю, потому что с флейтой. Но получилась девушка у него, потому что такой изгиб какой-то женственный. А вот это, видимо, девушка, потому что видите, вот эти на руке полоски, это браслеты индийские. Но на самом деле по вибрациям это мужчина. Это дворник вот метет улицу во Вриндаване. Это вот опять ну раз с браслетами, значит, это женщина. У всех пересыпается песочек. У кого-то больше песка, там в часах у кого-то меньше. Когда-нибудь через тысячу лет откопают это все археологи будущего и будут изучать нашу культуру, будут изучать вот по этим фрескам. Так, что же имел в виду этот художник, который это нарисовал? О, смотрите, первобытные люди. Ну, скажем, не через тысячу лет, да, через десять тысяч лет откопают вот это. А может через десять тысяч лет ничего не будет вообще. Какой-нибудь вирус придет похлеще этого и человечество прекратит свое существование. Будут жить обезьяны вот эти и разобьются в какую-то цивилизацию обезьянью. Откопают эти дома обезьяны и будут своим туристам-обезьянам это все показывать за деньги обезьяне. Помните этот фильм такой? Планета обезьян, там целая серия этих фильмов. Вот, наверное, так и будет. Снял эту гребаную маску, невозможно мне идти здесь по этой погоде, в этом климате душном. Просто жесть. Собственно, никто их и не носит, вон, на мотоцикле едут, да, но им не жарко на мотоцикле. Понятно, когда в магазин заходишь или куда-то в общественное место, да, но вот так просто по улице идти в этом наморднике, по этой жаре духотем. Вот наш сторож поехал домой, у них пересменка. Тот, который слева, это ночной сторож, а который справа с велосипедом, это дневной сторож. И вот они сейчас меняются. Здесь как-то стройка немножко заморозилась, я смотрю, что-то не очень быстро. Вот эту, вот эту коробку они построили довольно быстро, а потом что-то бросили, наверное, деньги закончились у хозяев. О, смотрите, вот это скважина. Скважину здесь бурили вручную, ребята. Пять человек крутили эти палки и вручную это все делали 70 метров глубина скважины. Обалдеть. Вон хозяин, кстати, этот, который дом строит, этот, вон он ходит в оранжевой одежде. Его зовут Ананд, Ананд, вот он здесь в этом доме живет. И, кстати, у него Миша снимал комнату вот эту, вот эту комнатку он снимал вот эти окна, когда приезжал Миша во Вриндаван. Вот здесь он жил и я выходил, со своего дома выходил, сюда прибегал, говорил, Миша, выходи, пойдем гулять. Миша выходил и мы шли куда-нибудь гулять. Давайте посмотрим, как они строят. Вот просто вот так вот строят. Очень простая технология, кирпичик к кирпичику. Привет, собака. Это один из щенков трех, которые здесь вот выросли около этого дома. Что у тебя? Какие-то шрамы на голове? Как и у меня тоже. У меня тоже от обезьяны остался шрам, друзья. Вот, видите, вот, смотрите, все, оно зажило уже, три недели прошло, больше, чем три недели, скоро месяц, и шрам остался вот здесь. Вот такие у нас обезьяны. А вот братец. Братец пришел или сестренка, не знаю. Что я купил сегодня в магазине? Это панир. Надо будет пожарить с рисом. Будем делать шахи панир. Хотя можно сейчас шахи панир уже пойти поесть в Пхарати Фудс. Это тоже сыр, друзья. Такой сыр пластиками нарезанный. Такой сыр для сэндвича, вот он. Хороший, вкусный. Сыр вот этот стоит здесь 150 рупий. Панир стоит 85 рупий. Классический панир. Вот написано, что это классический панир. Хлеб. Это не просто хлеб пшеничный, это хлеб мультизерновой. Вот здесь написано, что это мультизерновой хлеб. Стоит такая нарезка 55 индийских рупий. Вот такой хлеб. Появились в магазине крекеры вот эти. Почему-то крекеры не привозили долгое время, их не было во время локдауна. Вот сейчас появились крекеры. Это как печенье, такие не сладкие. Можно сравнить с галетами нашими. То есть, можно использовать тоже как хлеб, когда пьете чай. Очень вкусно. 45 рупий стоит вот такая упаковка крекеров. Это сладкие печенья, очень вкусные. 35 рупий всего стоят. Вот такие. Смотрите, какие они красивые, с какими-то там с вкраплением зелени какой-то. Очень-очень вкусные для чая, печенья. Такие упаковки я купил две. Это арахис 52 рупий. Не знаю, сколько здесь по весу. Полкилограмма может быть. 55 рупий вот такая упаковка арахиса. Рис. Килограмм риса 120 рупий, потому что это дорогой, самый дорогой рис басмати. Здесь очень много сортов риса в Индии. Вот такой рис басмати. Растворимый чай. Кстати, сейчас мы попробуем его с вами. Один раз только продавали в магазине его вот за время локдауна. Это растворимый масала-чай. настоящий вот классный вкусный масала-чай. Вкус у него такой должен быть. Но он растворимый. В кипяточек. Ну и, конечно, пахта. Вот она. Мой любимый напиток. Здесь вот в этом пакете в одном ровно вот такая большая кружка. Сейчас, сейчас закипит. Воду просто наливаю из-под крана для чая. У нас нормальная течет вода. Не имеет какого-то привкуса нехорошего в нашем районе здесь. Вон там в центре, где искон вода не очень хорошая. Она там какая-то соленая. О, выключаем. Здесь система такая. Опа. Выключаем. Высыпаем. Вот такой белый порошок. Кипяток. Смотрите, друзья, какой чай. Настоящий масала-чай. За две секунды. Он даже с пенкой. И вкус у него хорошего, настоящего, качественного масала-чая. Будем пить чай с печеньем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...